При изучении периодических чисел очень помогает лемма о подъеме. Представьте себе, что у нас есть многочлен с целыми периодическими коэффициентами, некоторое целое периодическое число х, такое, что f от х делится на p в степени n, производное не делится на p в степени k плюс 1, то есть на p в k ты можешь делиться, а вот на p в k плюс 1, и при этом n больше, чем 2k. В таком случае можно, что называется, уточнить это решение, чуть-чуть изменить х таким образом, что вновь образованное число у будет обладать следующими свойствами. х сравнимо с у по модулю p в степени n минус k, f от y делится на n плюс первую степень числа p, и по-прежнему f штрих от y не делится на p в степени k плюс 1. Вы понимаете, что после этого мы еще раз ее применим, еще раз, и так получится последовательность, в которой каждый раз функция f будет делиться на все большую и большую степень числа p. И члены этой последовательности согласованы, то есть по все более и более высокой степени числа p очередной член сравним с предыдущим. И в пределе таким образом мы получаем решение. Число, которое будет сравнимо с х по модулю p в степени n минус k, производная по-прежнему в пределе будет не делиться на p в степени k плюс 1, а вот функция f будет равна нулю. Доказательство в высшей степени простое. Будем искать y в виде x плюс p в степени n минус k умножить на какое-то число z, на какое-то целое периодическое число z. Поскольку f многочлен, то даже никаких знаний из математического анализа не нужно. Вместо y подставляете x плюс p в степени n минус k умножить на z, раскрываете все скобки, и по определению производной у вас получается такая формула. f от x плюс f' от x умножить на p в степени n минус k z плюс все члены, где p в степени n минус k z было более чем в первой степени. Но заметьте, пожалуйста, 2n минус 2k больше или равно, чем n плюс 1. Просто потому, что n было у нас больше, чем 2k, значит, больше или равно, чем 2k плюс 1. Замечательно. Теперь, разумеется, в качестве числа z мы берем минус f от x разделить на f' от x p в степени n минус k. Смотрите, f' от x содержит p максимум в k-той степени. В k плюс 1 уже не может. Поэтому знаменатель, в принципе, может делиться на p в степени n, а вот на p в степени n плюс 1 не может. Числитель делился на p в степени n. Поэтому z – это целое биологическое число. И если вы внимательно посмотрите, то обнаруживаете, что f от y состояло из трех слагаемых. Первые два в сумме дали 0. А третья слагаемая делится на p в степени n плюс 1. Мы этого хотели. И, конечно, y сравнимо с x по модулю p в степени n минус k, потому что z – это число целое биологическое. И, конечно, f' от y не делится на p в k плюс 1. Потому что p в степени n минус k, z, который входит в y, n минус k – это же у нас не меньше, чем k плюс 1. Значит, если f от y не делилось на p в k плюс 1 степени, а мы к y прибавляли только какие-то k плюс 1 или больше степени числа p, то и все останется, как было. f' от y не может делиться на p в степени k плюс 1. Вот замечательная лимма о подъеме. Она выглядит довольно простой, но, понимаете, она спасает во многих случаях, потому что вместо того, чтобы находить точное решение, вам достаточно найти сравнение с достаточно большой делимостью на p. Вот, например, если f' не делится на p, то есть в качестве k, если можно взять 0, то в таком случае достаточно просто, чтобы f от x делилось на p. Вот все. Если f' не делится на p, то достаточно, чтобы f делилось на p в первой степени, и уже лимму можно применять, и она даст нам корень многочлена. Или если k равно 1. Вот представьте себе, что производная делится на p, но не делится на p квадрат. Ну, замечательно. В таком случае в качестве n можно брать любое число, начиная с трех. Потому что нужно, чтобы n больше, чем 2k. Во время доказательства лиммы о подъеме у нас возникло такое выражение. Значение функции в некоторой точке, взятое со знаком минус и деленное на производную функции в той же точке. Это не случайно. Я на всякий случай напомню, что есть такой метод Ньютона нахождения корней функции. Уже вовсе не поэтические какие-то. На дасте нарисован самый обычный график функции. Представьте себе дифференцируемая функция. На графике есть некоторая точка с координатами a, f от a. И мы проводим в этой точке касательно. Касательно задано уравнением. y равно f' от a умножить на x минус a плюс f от a. Чтобы найти ее пересечение с осью абсцесс, надо в левой части вместо y написать 0. Ну и тогда у нас, естественно, получится, что x минус a это минус f от a разделить на f' от a. Вот это и есть формула метода Ньютона. Она позволяет нам во многих ситуациях быстро, прямо на компьютерах, то есть не в какой-то теории, а это очень работающий метод, во многих случаях именно он позволяет находить решение уравнений. Пример. В качестве функции возьмем x квадрат минус d, где d некоторое положительное число. Тогда производное в любой точке a это 2a. И формула Ньютона записывается так. x это a минус f от a разделить на f' от a. То есть, если посмотреть, это a плюс d разделить на a, и все это пополам. Между прочим, часто эту формулу рассказывают даже людям, которые вообще не знают производных. Ведь, смотрите, это очень естественный метод нахождения квадратного корня из числа d. Берем любое число a положительное, берем число d разделить на a. Эти два числа с двух сторон окружают квадратный корень. То есть, если у нас a больше, чем корень из d, то d разделить на a меньше, чем корень из d. И наоборот. И берем среднеархметическое. Вот оказывается, что это довольно быстро сходящаяся последовательность, если вычислять одно с другим. И вот называется метод Ньютона. Посмотрим, что дает лемма о подъеме для квадратичной формы. Представьте себе, что у нас есть симметрическая матрица. И квадратичная форма задана такой суммой. сумма по всем и от единицы до n, g от единицы до n, а и житая, хитая, хжитая. Пусть определитель матрицы не вырожден, то есть не делится на p. И пусть хотя бы одно из чисел, х1 и так далее, хн, не делится на p. Если в точке х1, х2 и так далее, хн форма f принимает какое-то значение a, оказывается, даже не принимая значение a, а сравнимо с a по модулю b, оказывается, можно так чуть-чуть изменить эти числа, то есть найти такие y1 и так далее, yn, что y1 сравнимо с x1, y2 с x2 и так далее, yn сравнимо с xn по модулю b, что f от y будет равно числу a. Доказатель удивительно простой. Посмотрим, чему равны производные. Если у нас происходит дифференцирование по житой переменной, то когда мы дифференцируем a и житая, хитая, хжитая, то получается при дифференцировании по хжи, a и житая, хитая. Но у нас ведь есть выражение, где хжитая не на втором месте, а и на первом. Ну, или, если угодно, можете отдельно посмотреть для диагонали, когда у нас будет a, житая, хжитая в квадрате. Ну, в общем, легко понять, что вот написанная внизу строчка абсолютно верна, и там есть множитель 2. У нас p больше 2, поэтому на делимость на p это не влияет. И получилось, что у нас есть n таких вот линейных функций. сумма по и, а и житая, хитая. Но поскольку определитель матрицы а и житая не делился на p, то через такие линейные функции у нас все х1 и так далее, х1 и так далее выражаются. Потому что если матрица имеет определитель, не деляющийся на p, то она просто обратима над поэтическими числами. Вот и все. Значит, хотя бы одна из производных не делится на p. И значит, по соответствующей переменной вы можете применить лемму о подъеме и все доказать. На всякий случай, что делать, если p равно 2? Тогда, конечно, двойка из нижней строчки наоборот начинает всем управлять. Уже невозможно сделать, чтобы производная не делилась на p. Но, если вы ее мысленно уберете, эту самую двойку, то у нас опять получаются вот эти линейные функции. Сумма по и, а и житая, хитая. И, собственно, все доказательство, по сути, остается верным. Только вот надо применять лемму о подъеме в таком случае не для k, равного нулю, а для k, равного единице. И, соответственно, мы должны требовать, чтобы f было сравнимо с a не по модулю p, а по модулю p в кубе. А в остальном все будет хорошо. То есть, когда вы интересуетесь два одническими числами, там, где для p большего 2 вам достаточно просто сравнения по модулю p, для два однических чисел нужно будет сравнение по модулю p в кубе. Продолжение следует...